миланка разговаривает бабочка по телефону и кушает кашку а у нас сегодня на завтрак подставка вот там подожди сейчас я принесу милаш сейчас на завтрак сделали яичницу мороженое сделали на завтрак кофе йогурт и у меня тоже такое мороженое мне очень оно понравилось всем доброе утро и всем приятного аппетита кто кушает вместе с нами миланка попросила яичко и отварить сварили яйцо огурчик свеженький вкусно милаш да лика помыла волосы делает порядок в своем рюкзаке нашла очень много нашла очень много миланкиных тетрадей а ты еще не высушиваешь волос или не будешь не будешь сушить мне кажется ты в этом рюкзаке за месяц сделала распять уже порядок и постоянно ты находишь какие-то бумажки что-то может валяться в твоем рюкзаке скажи какая тетрадка красивая покажи но оставь миланка может рисовать я смотрю там пол тетрадки свободно еще неисписанные листы до милаш милан поднимаю а химис ушам когда перебирали я помню да что-то было нашла лика смотрит сейчас видео уроки по химии и как всегда наводит порядок и как всегда можно больше половины чем рюкзаков выкинуть слушая от тебе же учебники туши не сдала да еще еще надо сдать 4 учебника милан кушай пожалуйста уже яичко ну что все нашла ли не гулять мы с ней не пойдем потому что у нас дождь я сейчас позанималась сейчас делаю себе с помощью щеточки сухой массажек вот читай комментарии и сейчас пойду мыть волосы пойду в душ и не знаю даже чем если не будем заниматься хотели с ним пойти погулять лика обещает завтра хорошую погоду нам к ты обещала завтра хороший поход смысл это сказала ты обещала мила кушай яйцо ножа стыла подожди ты мне говорила когда я занималась что будет скоро ясно солнечно спасибо что за лето на море не поедешь солнце нет это какая-то полная полная депрессия вот реально причем вы знаете вот сколько узнаю сейчас везде даже вот где море мелан сядь кушай яйцо но остыла ты же просила творить везде непогода везде дожди везде ветер что это такое ясно что же делать ну давай расскажу сегодня завтра будет плюс 24 подожди ты только что минуту назад сказала что угроза и кому верит мы бы знаете хотели в петергоф поехать да погулять чтобы солнечно было на фонтанчиках пока хотел сказать покататься на корабликах покататься к фонтанчиком поехать не пускают а вообще было открытие нет сказали что было открытие закрыта дистанционно нет нет говорили что было открытие на собралось очень много людей на открытие всех выгнали не круто я бы хотела бы погулять до к фонтанам поехать на кораблике ну что ж такое мило кушай яйцо остыла мило на я тут четко натирать вот классная вещь не отвечает еще да поскольку как будет проходить макс а что у тебя глаза такие беженые стали ой ой что случилось ой 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 до свидания не знаю я вас больше хочу сейчас на бед сделать фасоль стручковую зеленую отварю ее вначале и потом обжарю с помидорами с яйцом в общем-то очень вкусненько получается и сейчас что последнее время хочется больше овощей овощей и в общем сейчас буду делать именно такое блюдо пишите любите ли вы такую фасоль стручковую или же не очень лика не значит сказать будет не будет такую кушать блюдо но попробую может быть и поезды и будем конечно делать салатики мы сейчас практически каждый день делаем салаты различные из овощей сделаем помидоры огурчики пекинскую капусту и сметанка вот такое получилось блюдо свежие еще овощи салат в общем и не сделали мы просто помыли порезали огурчики помидорчики черри и вот такой вот у нас соус томатный пряный социбели кстати очень вкусный соус я могу есть даже вообще просто так ложкой очень вкусно в меру острый когда поедем в метро а мы в метро и выбрали надо будет еще взять грузинский просто шашлычный грузинский но мы еще его не пробовали а этот очень вкусный соус всем приятного аппетита кто кушает вместе с нами салют а я не знаю что это вдруг салют мы сейчас смотрим программа я буду монтировать и смотрим программу секрет на миллион кто любит эту программу пишите в комментариях у нас кстати на улице пошел сильный дождь в общем сметок нелетная погода мы с ним даже никуда не выходили хотя думали прогуляться но целый день идет дождь хочу вам показать вот такое вот масло для тела мандариновое его как-то показывала но я им еще тогда не пользовалась когда была там распаковочка кто смотрел мои видео хочу сейчас рассказать о как я уже достаточно долго им пользуюсь масло это нереально нереально крутое такое вот масло body butter organic зоны в общем твердое масло butter выбор настоящего гурмана для ухода за телом очень приятный аромат мандарина очень хорошо я заметила примут увлажняют кожу это вместо крема я пользуюсь этим маслом и вы знаете что самый плюс вроде бы как бы масло дно от этого масла для тела кожа не такая вот жирная как если допустим помазаться маслом даже касторовым я кстати очень люблю периодически после душа натирать кожу касторовым человек говорю какой касторовым маслом после кокосового масла всегда кожа такая знаете жирная масло кокосового намного дольше впитывается в кожу а вот это вот масло она очень хорошо увлажняет питает кожу и во-первых аромат шикарный аромат мандарина и очень быстро впитывается в кожу это огромный плюс этого масла вам покажу как это выглядит так вот это выглядит реально аромат очень приятный прям мандарином но я начале долго выбирала там разные конечно есть ароматы есть по моему бергамот там еще что-то но вот мне очень понравилось именно мандариновое масло и я не ошиблась я очень довольна на самом деле результатом и когда будет заканчиваться я обязательно конечно же еще закажу потому что вообще крутая находочка кстати можно просто даже под руки после того как вы допустим помыли руки не там не такая привычка их куда мою руки потом обязательно увлажняю с помощью крема для рук или вообще каким-либо кремом общем иногда даже вот этим маслом то есть вот допустим протерла и у меня уже вот руки они вот здесь вот они вроде бы хорошо увлажнены чувствуешь вот эту увлажненность но руки не жирные я говорю даже кокосового масла масло масло шея люблю но меньше чем кокосовое масло всегда как бы еще вот это вот этот жир остается на руках достаточно долгое время пока впитается а после вот этого масла такого нет в общем масло реально классно реальная хорошая находочка то завтра кстати хочу еще сделать маникюрчик потому что уже давно пора мне сделать но это как все такой процесс знаете вроде бы думаю что все сегодня точно сделаю маникюрчик но как всегда не хватает на это времени сегодня кстати выбирала в инстаграме люблю выбирать себе дизайн ногти и сегодня остановилась по моему на 5 или 6 интересных идей не определилась еще какой но скорее всего это что-то будет с ярким вариантом то есть несколько ногтей будет яркий маникюр сделал яркий дизайн а несколько наверно что-то более такое светленькое вот но еще точно не определилась я говорю как бы себе отметила вот вариантов 5-6 завтра когда буду делать то уже точно определюсь потому что у меня уже вот отросли ногти и гей-лак потихонечку вот цепляет знаете что-то там делаешь там или волосы даже вот расчесываешь то волос уже цепляется за гей-лак а вообще в принципе неплохо держится у нас кстати уже заканчивается база и топ или к очень хочет голубой гей-лак и надо сходить в магазин посмотреть если я открылся магазин все для ногтей там все помимо гей-лака там разные наклеечки мы как-то показывали всякие блестяшечки чего там только нет и посмотреть и гей-лак и базу и топ но если честно я уже как-то немножко побаиваюсь брать мы брали с ликой по пару раз базу и топ новые фирмы и нам не понравились и мы заново заказывали именно тот который мы изначале изначально заказали и мы не ошиблись представить такой редко бывает в основном перепробуешь там несколько несколько видов базы топа и уже потом когда спустя какое-то время когда у тебя уже какой-то опыт набирается в маникюре то то что ты для себя выбираешь определенную какую-то фирму но вот мысли как попробовали изначально мы еще не знали не пользовались только-только вот все заказали для маникюра для гей-лака и заказали по отзывам вот один из топа база и вот угадали потому что на самом деле мы всегда к нему возвращаемся завтра я покажу базу это ладно все на этом наш лук сегодня подходит концу всем огромное спасибо за просмотр всем до завтра и всем пока пока